Выставки в коридоре Выставки в коридоре Мне очень приятно открывать эту выставку, потому что мы с Татьяной Гордой, с Ольгой Александровой уже открываем не первую выставку. И это очень приятно, потому что какой-то, знаете, как от хорошего вина, такой послевкусия, доброты, философского понимания к жизни, подхода к жизни и такой человеческой приветливости и приятности. Поэтому я попрошу авторов подойти ко мне, потому что про ваши путевые заметки мне сказать нечего. Я только готова была вас поприветствовать и представить. Подходите. Я думаю, что вы просто представите сейчас. Единственное, что я бы хотела сказать, я знаю, что у вас есть некий курс, там какой-то географический. Мне нравится курс, который мы с Таней как раз тут вообще обозвали. Утешение до донышка. Почему я упоминаю эти слова? Вам нужно как в квесте пройти и посмотреть работу и понять, почему я так много. Спасибо. Выставка-то спонтанная получилась, потому что как бы, ну, узнали, что тут зал есть, подкатили к начальству. И поэтому решили выставить. Выставить простые работы, не мультиэкспозицию, в которой меня Ольга заразила, а вот просто ввиду того, что она много где есть по работе. И бывают в таких местах, в которых многие вообще никогда не побывают. Ну, я-то, наверное, не в таких глухих дежьях бываю, но иногда я тоже забираюсь куда-то, куда нормальный человек вообще не поедет. Ну, ему нафиг не надо, тратить свои деньги, свое время забираться куда-то и ехать. Вот. И понимаете еще, какая вещь? Страна-то у нас большая, огромная, она такая интересная. Вот так думаешь, куда бы поехать, были бы деньги, просто бы или автомобиль, или как-то. Вот сел бы, поехал, невозможно было, я не знаю, со сколько времени фотограф вообще может проехать нашу страну. Потому что в любой области, на любой дороге ты найдешь что-то такое, которое все равно тебя зацепит, либо за душу, либо взглядом ты зацепишься, либо еще чем-то. И вот она вот такая, абсолютно спонтанная, и получились какие-то у нас северные широты, да. У нас абсолютно нет Крыма, у нас нет Ставрополь, Ставрополье, там вот этого чего-то. Ниже у нас нет, а у нас получился какой-то север. У Ольги дальний, у меня ближний. Урала здесь нет. Ну, японская, но это не Урал уже, это за Уралом. Как-то вот мы вот с Уралом не подружились, еще надо бы чуть-чуть съездить. Вот. Так что вот любуйтесь, смотрите, спрашивайте. Фотки подписаны, ну, как бы видно на копирайтер, здесь я, и о каждом месте мы можем что-то рассказать. Расскажите, нам интересно. Так нет, ну что конкретно-то рассказывать. Татьяна, это город не Ак-Канкиров? Нет, это Оля Амфрая. Нет, это Магадан. Магадан? Вот они, однотипные. Да, это советский Магадан. Ну, спросите про какую-нибудь, расскажу, что, которая. Это учит креститься. Креститься учит. А это крестовоздвиженский собор города Тутаев. Где самая большая икона, наверное, в Союзе находится. Высотой 3,5 и шириной 2,80. Спас нерукотворный там. Под ней пролезают, потому что есть легенда, что она лечит суставы. И под ней, как родовой ход, и вот под ней пролезает. Она реставрирована или это реальная? Она деревянная, она написана на дереве. Это верхушка одной из деревянных церквей, так называемой небеса. Которая была написана в 17 веке архангельским монахом. Ну, а реставрирована, я не знаю, она огромная. Она огромная. Мне не объяснить это. Я, к сожалению, ее не распечатала, в общем-то, как в этом фотографии не учат. А это вот зал перед, ну, просто вход в сам молельный зал. Покажем. Ну, они в истории, несколько лет назад были. Там два моста золотой, и второй, я не помню, как называется. Они в руках, и шикарные, совершенно. А посредине Маракасовка, причем Маракасовка это находится, от Вологодской трассы километров 40 в лесах какие-то, еще от деревни, еще километра 3 в поле. Какая там Маракасовка? Почему она так там написана? Откуда она там взялась, откуда она там взялась, ну, на космос. Если это Донышко, то она вывезет. Да, да. Утешение. Ну, это Донышко, 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 Донышко. Какая-то мишка, с этой вывески, да? А вот собака с Люшей, она в партюре, это тоже под старые луны. Люшей, это она изображает с Люшей, но всякие-то не в партюре у меня. То есть далеко подходить не надо за какими-то этими самыми различными сюжетами, чтобы увидеть что-то новое в здесь. Ну, поесть хочется. В городом тоже, в самом деле, в два, а вот там в магазине я говорю, в адрес, но среди них не спалши. Вместе с ним, что-то, 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 и-то, и-то, а-а-а-а-а-я-а, и-то, что-то, что-то, и-то, 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 и-то. Написано, братья, курить за угол, спасибо от сестер. Наконец-то свершилось. Наш клуб, наши друзья, наши фотографы и мы все вместе вышли на новый уровень. Это наша первая выставка. Я безумно рад, безумно шикарной работы. Замечательное помещение, зал, большое спасибо организаторам. Это наше достижение. Всего несколько лет прошло с тех пор, как воен-коргрупп влилось в наши ряды, в ряды мото-клуба штрафбат. И это было такое замечательное слияние параллельных течений, где военные реконструкторы, с одной стороны байкеры, с другой стороны замечательные фотографы, художники, наши замечательные девочки, парни, которые везде теперь с нами, фиксируют каждый наш шаг и учат нас своему таланту. Потому что, конечно, умение сделать фотографию, правильно поставить бойцов, правильно занять место, это, конечно, замечательно. Огромное спасибо нашим фотографам. Без вас бы эта выставка не состоялась никогда, они главные активаторы этого дела. Мы гордимся, что мы с вами, и, наверное, здорово, что вы с нами. Позовите фотографа. Позовите фотографа. Фотографа, подходите. Подходите, фотографа. Андрей. У нас это, девичник. Я тут, правда, не в теме немножко, я без травматорской куртки. Для кому-нибудь свой. Где я возьму? Когда еще сделаешь фотографию? Главное, что вы в теме. Нам все хотят. Нам вот их ходят. У нас еще один есть фотограф, который не принял участие, потому что он не знал, что она у нас есть. Может быть, вы назовете имя каждого? Думаете, так легко всех заболеть? Конечно. Это у нас Григорий Суперевцев, руководитель круга мото-клуба «Штрафбат». И нашего этого самого. Это Игорь Петров, его заместитель. Александра Бенсман. Светлана Карлова, член Союза художников. Это у нас... О, я же говорил! Я же говорил! Это у нас Алексей Соколов. Андрей. Андрей. Вот. Ну, это ее. Тихо, тихо, тихо! Что это делать? О! На счастье. Сама толпнула, сама подъявила. Молодец, товарищ. Особенно татуарик. Контроль ее голову. Какой ты и будешь. Чтоб я так жил всегда. Для этого огромное спасибо. Огромное спасибо. Потому что именно новый уровень. Совсем другой взгляд на мир. Теперь мы не просто байкеры-реконструкторы, но еще и художники. Ну, прежде всего нужно. И плюс ко всему еще на этой выставке, прежде всего, они же ездят вот по разным городам еще где-то. Помимо своей мото-клубной работы, вот посмотрите, там целый блок из Донбасса. Это реальные фотографии, которые ребята делали, когда сопровождали конвои. Мы не сопровождали. Мы организовывали. Организовывали конвои. Наш мото-клуб организовывал 7 конвоев, начиная с октября 2014 года. Мы 7 раз ездили. И самое горячее вот время, когда был 14-й конец года, все знают, да, что началось все в марте 2014, а началась зима. Это был самый тяжелый, самый ужасный год был для Донбасса. Как они пережили, я не знаю. Поэтому первая поездка была пробована в ноябре 2014 года. Потом ту же поехали в декабре. Первый до января мы уехали, по-моему. Первый января уехали ту же. Потом ту же, в феврале еще поездка. И до сих пор даже спецслужбы считают, что мы брали Дебайцева. Они так написали себя в отчетах, потому что прошла армия, освободила Дебайцева. И наши везелые два грузовичка с мишками-плюшами. Нам выдела мебельная фабрика нашего товарища-одноклубника Алексея Старжука. Вот он наводил свои грузовики, на них мы ездили. И вот грузовики с мишками въехали, и мы первыми видели детей, вылезающих из подвалов. Дети разбитые стекла, сожженные школы, ракеты торчащие из земли. Трупы, которые были не прикопаны, лежали под фанерками просто в уголочке. Прямо вот ямка, и все, что осталось, человек, и фанерки сверху прикрыли. Вот это было все еще в самом начале. И безумно испуганные, конечно, люди, которые боялись даже выйти из дома. Как только нас видят, принимали нас за полченцев. Говорят, а можно, да, сходим за водой, посмотрите, чтобы все было. А можно, пойдем, свой гараж откроем, чтобы никто не подумал, что я что-то ворую. Страшный город Углегорск, в котором мы приехали, как апокалипсис, когда умерло все живое. Человек, ни одного человека нету, ни одного. Стоят дома, разбитые стекла, холочные занавески и огромное количество животных. Кошки, собаки, они все сбежались на нас, на человеческие голоса. Были просто в ужасе, потому что их было десятки, под сотни этих животных. Все ходили, кошки, собаки, все голодей, все рядом сидят. Никто ни с кем не дерется, никаких даже у них уже от голода. Нет даже мысли, чтобы как-то конфликтовать по животным между собой. Нет, было в Углегорске, только одна бабушка и дедушка жили. Они на первом этаже были не подлетели, они были настолько старые, что они выходили и под балконом готовили идунки к печаху. Потому что нет ни света, ни электричества, ничего. И на въезде стоит огромный многоэтажный, 14-нолитажный дом, у которого на уровне 10-го этажа огромная дырка в торце здания. От танкового снаряда залепили. И так, на самом деле, не только в Углегорске, это из первых ужасных впечатлений, а так, весь Донбасс так горит. Весь Донбасс, и сейчас до сих пор все происходит. Такая из момент парадоксов, мы на мотоциклах грузовики пригнали наши одноклубники, а мы поехали на мотоцикл, чтобы более мобильно все объехать. Въехали в поселочек, где тракторный завод стоял. Проезжаем в поселок, выезжаем в поле, стоит гаишник, говорит, ребята, не езжайте, там бой идет. Слышим, реально, пулемет шмаляет, работает. Да, все, спасибо, объезжаем. Объезжаем с другой стороны, переезжаем железную дорогу, выскакивает из куста другой милиционер с палкой, говорит, ребята, вы проехали железную дорогу, не остановившись. Я говорю, спасибо, что сказал правил дорожного движения, не дорожили. Тут в километре бой идет, а тут, значит, стоит, ай-яй-яй, и говорит, нарушили правил дорожного движения. Поэтому весь Донбасс, конечно, такое полное противоречие, и, наверное, это лучшие моменты в нашей жизни. Вот все фронтовики, многие не любят вспоминать войну, а многие считают, что это мужики, что армия, и где-то конфликт, где-нибудь еще что-то, это лучшие будут их жизни. Вот, наверное, я считаю, что это наши самые такие яркие года, с 14 по 16 мы ездили, и самые такие горящие, самые живые, человеческие впечатления, когда мы общались с людьми, которые не напыщены, голодные, несчастные, остались без дома, без крова. Мужики, которых нет работы, их согнали, они где-то там в армии, то они в ополчении, на блокпостах каких-то стоят холодно, там жить невозможно, стоит блокпост, или просто яма вырыта, чтобы там жить. И все, и они там неделями сидят в этой яме. Вот там было истинно настоящее человеческое лицо, и человеческое было, и нечеловеческое было, и мародеров ловили, и все было и страшно, и интересно, и, конечно, это лучший год. Поэтому, к сожалению, в размеры фотографий не позволяет повесить те тысячи фотографий, которые мы сделали, тысячи просто, а многие, откровенно, даже нельзя вешать. Правильно сделали, что вы вставили, мы просто решили, помимо реконструкторских, повесить, это исторически уже. Клуб живет огромной жизнью. Донбасс это одна частичка, которая, она даже не весь клуб коснулась, потому что ездило всего человек 8-10, на самом деле, так вот, братья, кто смог поехать за все поездки. А все остальные жизни у нас идут, движется у нас байкерское движение, 40 человек в клубе, мы ездим в Белоруссию, Украина была, давай мы еще все объехали, Россия, Игорь ездил на Дальний Восток. Да, вот там Магадан висит. В Магадан, мы на самолете летали, брать не будем. Это будет Игорь у нас еще. Ну, это надо положить все лето, чтобы туда доехать, нормально, до Магадана, там дороги прямой нету, то есть там сумасшедшие. И, конечно, Магадан, Колымский край, тоже, к сожалению, не смогли полностью отразиться, потому что это надо видеть, это невозможно, вот снять и подать в кадр, вот эти разрушенные лагеря, у нас где-то есть, где вот это, места в маленьком, коридоре. Фотография, где маленькие крестики, это женский лагерь Эльген, где сидел Евгений Гинзбург, Евгений Гинзбург как раз сидел в Эльгене, там про него целую историю рассказывали, она описана в этот лагерь, и лагерь находился за 40 километров по прямой от ближайшего мужского лагеря, 70 километров по дороге от ближайшего мужского лагеря, и все равно мужики через тайгу, через все заключенные каким-то образом договаривались с охраной, проходили, приходили в женский лагерь, там договаривались с охраной, встречались с женщинами, рождались дети от этого, дети умирали, естественно, потому что там не было никаких условий, и вот отдельно, прям даже детский участок захоронения, кладбище детей, маленькие крестики по 30-40 сантиметров, их там целое поле уже заросшее таким соснячком, ну, не совсем какие-то деревья маленькие, все уже заросло, там гробики выпирают из земли, и, конечно, такой ужастик, ни связи, ничего, то есть телефоны бесполезны, все бесполезно, наш Уазик застрял там в канаве, вот, я сказал, что или ты его вытолкнешь, или мы здесь останемся вот на легене навсегда, и мы его оттуда вытолкнули, выехали, вот, поэтому, несмотря на то, что край может кормить, наверное, пол России своими добычей золота и полезных ископаемых, край абсолютно дотационный, его откровенно убивают, там приезжают работать вахты метами, то есть никому не надо, чтобы край был заселен, никому не надо, современное руководство, разумеется, те, кто жалкие остатки там и остались, там поселки брошены, наверное, один из десяти существует поселок, остальные едешь, брошка, 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 все просто огромные многоэтажные дома, где жили люди, все уехали, потому что никому там уже жить невозможно, и работают вахту метом, просто выгрызают землю, просеивают, забирают золото, все остальное бросается, поэтому очень депрессивный, конечно, с точки зрения социума край, и безумно красивый с точки зрения природы, потому что когда мы уехали, на обочине сидит медведь, чешет так вот лапой, мастер, он говорит, Мишка, ты что хочешь? Он на нас смотрит, но не он на нас, посмотрели он так, непуганный абсолютно, он посмотрел на нас, посидел, ушел, лисица бежит вдоль дороги тоже, едешь, она бежит, все раз, ну да, побежал наверх, куда-то он сбежал там, поэтому очень-очень интересно, и кстати, там нет лягушек, вообще, парадоксально, безумное количество гнуса, безумное количество сикомых, но нет лягушек, не выживает там в сроке в климате, просто нету, оно замерзает, оно замерзает, да, поэтому, конечно, опять же, фотографиями это не передача, это безумно интересно, это край фантастической красоты, фантастических историй, и если будет у вас возможность съездить в Магадан и походить посмотреть, то это очень рекомендует совсем другая жизнь. В общем, нам нужна была, вот, чтобы отразить всю жизнь мото-клуба Штрафбат, нам, наверное, нужно было бы все здания, под каждую какой-то зал, потому что, когда что-то, потому что реконструкции, ну, в Наполеонику вы не ходите, гражданская война, революция, гражданская война, финская война, Великая Отечественная война, афганская война. С по темам, да, по темам. Да, конечно, конечно, вот, пожалуйста, наши, еще наши реконструкторы, пожалуйста, идите, ну, отойди, Света, отойди, пожалуйста, вот у нас Татьяна, пожалуйста, вот еще один у нас, Бел, куда он ушел? Вот он, это наш самый любимый, еще, из наших товарищей, которого мы обожаем, он ходит по немцам, он ходит по-русски, он ходит... Разверните его. Сейчас развернем, мы его подведем, вот, это Константин, это Татьяна. Вот, помимо всего прочего, мотоклуб, штрафбат, еще занимается подарками на Новый год, москологию вводят, не только, ведь на Новый год живут, там у нас мотодоноры, есть такое движение, мотодоноры детям, они курируют онкологический диспансер, и несколько раз в году приезжаем на мотоцикл, детей, кого можно катать, опять же, несчастье, потому что многим детям нельзя выйти даже за порог, они там бедные, все сидят, наши ребята сдают кровь, веселях, ходит Дед Мороз, они приезжают на мотоцикле, под количество кроков, в начале стало. Да, 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 вот как раз он, почетный донор, теперь уже России, наш герой, то есть байкеры непростые, байкеры хорошие, скажем так. Ну, в какой момент застать? Ну, мы все такие, однозначно, вот, как бы, мне вам возразить нечет. Да, мне и не надо. И, конечно, реконструкция занимает огромную часть нашей жизни, потому что это не просто реконструкция, это целая история, когда начинаешь заниматься, так кажется, взял винтовочку, пойду и пострелял, чтобы выдержать на 15 минут в поле, это месяцы подготовки, потому что, и причем, сколько ты не готовься, все равно оказывается, что что-то ты не доделал. Я сейчас смотрю на форму, которую мы пошили 7 лет назад, чтобы ходить на войну, так сейчас на нее уже без слез смотреть нельзя. Там пуговки неправильные, швы неправильные, складочка неправильная, фаражочка неправильная. И сколько ни делай, все время находятся новые какие-то моменты, там, погонщик, вырвышили на миллиметр, это уже, и знание людей, порой, которые занимаются реконструкцией, вот именно как эксперты, это поражает. Это безумие. Вот этот ремень, на гражданскую войну, он идет 32 миллиметра ширина, а на великой Отечественной 35 миллиметров должен быть. Вот так, оказывается, один и тот же ремень. Те же подсумки, цвет подсумков, кожи, которые сделаны, заклепочки, фурнитура, все-все-все-все-все-все-все разное, все совершенно, и, к сожалению, со времен войны, даже, не может ничего сохраниться, потому что люди, во время войны, были маленькие, вообще периоды, сильно, видимо, не доедали, и средний человек, метр 55, метр 60, метр 70, это уже гигант, это уже большой. Чувствуется, когда обувь какая-то покупается. обувь, все малюсенькие, я сколько не видел, немецких мундиров, они офицерские сейчас сохраняют, со всеми генеральских проводят, они все, не знаю, как вот, где там Вовку мне прячут, на моего сына, лет на 12-летний ребенок, по нынешним временам, 12-13-летний ребенок, вот мундирчики вот такие, а там, извините, генерал, с железными крестами, вот такой костюмчик, поэтому люди сейчас выросли, все приходится делать заново, и технику создавать, вот здесь техника у нас, нашей особо не отражена, но у нас и грузовик, грузовик наш, грузовик, вот здесь 5, полностью, на парад ездим, это полностью сами сделали, своим клубом, с нуля, с современной машиной, с нуля, из ГАЗ-2 сделан, полностью перебито, вот там шуточные фотографии с пленным немцем на мотоцикле, техника военная, броневик у нас сейчас сделан, для себя вот верхние фотографии, там вот Дед Мороз за рулем, вот автобус купили себе львовский, чтобы ездить в 35 посадочных мест турист, чтобы в своей компании, да, кстати, что-то мы говорим, никто не подходит и не пьет, в общем, жизнь клуба, жизнь клуба насыщена, разнообразная, и, конечно, в формате выставки ее не представить, но хоть как-то рассказать про нас, про нашу жизнь, и про то, какие у нас замечательные фото, мы смогли, так что, дорогие гости, смотрите выставку, подойдите, возьмите по бокальчику. А вот очень интересно, вы сказали, Вовка, сын, а вы его приобщаете? Да, конечно, он со мной постоянно ездит на мотоцикле, да, и сам. А вы кто-то встречал на фоне? Да, да. Хороший где-то там. Вова, ты где там? Брось телефон. Вежливый. Он нас встречал и здоровался. Ну, понятно, хотя бы все. Вот так мы делим немецкий генерал. Иди, иди. Ну, вот чуть-чуть покрупнее, конечно, но, в принципе, да, вот такие солдатики были в то время. Как-то так, да. Так что, нет, конечно, у нас растет целая смена поколения. У нас уже наши дети с нами едут, уже участвуют в реконструкциях, и мы с Вовкой уже участвовали в съемках фильма про свержение царя Николая II в последние дни, когда ушла февральская революция, когда там ходили, были провокации специальные, там детей подговорили, бросать камни в стекла, бросать там, кричать, хлеба нет и не будет, там в таком духе, чтобы поднимать народ. Это все, вот вы как раз снимали. Вот моя фотография, вот я там как раз в Пальто, вот, например, на тот период, на начало прошлого века, да, вот я ходил, подговаривал их, деньги им совал, чтобы они били стекла на канатной фабрике, осколки, так сказать, оставшегося проритетных строений. Это наш фильм? Наш фильм отечественный, еще не вышел, но выйдет, там фрагменты берутся документальные, рассказывается, и чуть-чуть стараюсь художеств начать так вот для того, чтобы разбавить. Не могу сказать, потому что они сами еще, то ли свержение, то ли еще что-то, но как-то будет. Дорогие друзья, давайте, мы не выходим. Я не могу на тебя отзываться, ты у меня там хороший. Ну блин, я могу на все. Я понтурился и все. Ты реально не станешь. Ты меня только не фотографируешь. Так ты напротив его фотографируешь. Я его уже сняла. Нет, мы напротив тебя будем. Ты видел его на лошаде? Лошадь такая, раскорячена на трех ногах. А я? Так, ну Андрей, давай вместе. Давай. Может, давайте я в серединку. Да ладно, что у меня в серединку, я его с боку поставила. Я с боку поставила. Все? Получилось? Оля, извиняюсь, ты за что сейчас спасибо сказала? Ты за что сейчас спасибо сказала? Что? Что ты сказала спасибо? За внимание, за интерес к нашим выступлениям. А за внимание, за интерес к нашим выступлениям. Потрясающе, да. Меня вообще потрясло все. Я дочка фотографа, но меня это потрясло ваше энтузищество. Меня настолько впечатлил ваш рассказ, что внедряться в какими-то своими словами было просто неуместно. Это действительно очень интересно. И я очень впечатлена вашей деятельностью. Особенно вот этими, где не только реконструкторская, где есть реальная помощь и взаимодействие. Это меня очень впечатлило. Что касается реконструкции, у нас коллега, вот наш музейный, он там есть на фотографии. Есть, есть, это самый, Господи, и наш бывший директор, он тоже один из начинаателей реконструкции. Евгений Петрович, он в полицию позовет. А там Рома, по-моему. Рома, да. Вот, по-моему, это просто был очень коллег, в наш музейный. И наш директор, Леонид Николаевич Томбарин, в 90-е был начинателем тоже реконструкции движения. Ну, сейчас дистанцируется. Я вас поздравляю, я вас поздравляю. Всего очень много, спасибо. Приютили. Мы с полициями, кто на самом деле, вот вместе идем. Недавно в Бресте были, как раз на реконструкции, посвященном двадцатом июне. Я пошел с ребятами, у нас как раз политех, которые там занимаются. Так что, пролельными путями идем. Слушай, энтузиасты, необыкновенные. Как и мы, нечего подвыкладывать. Конечно, очень хорошо сохранился лагерь Эльген, где Илья Низбук сидел. Почему он сохранился? Потому что он настолько на отшиве. Чтобы до него доехать, надо было перейти километров сто от, вот мы были в Ягодном, то есть от Магадана это, наверное, километров семьсот, а от ближайшего цивилизованного жилья это километров больше ста. И, конечно, за сто километров ехать туда, что-то мародировать, как бы это не тот вариант. И поэтому лагерь сохранился. То есть там развалившиеся бараки остались. Крыши рухнули, а каменные стены такие, они остались. Я там нашел подошвы. Там очень интересная была культура, изготовление тщательной утвари. Кормили, чем кормили? Кормили, на самом деле, зеков не так и плохо. Это все сказки. Если плохо их будешь кормить, они не смогут работать нормально. Выработка нужна. Поэтому их кормили, там было картошка, макарону, что-то еще, и обязательно мясо. То есть их кормили, тушенка шла. И вот они эти банки тушенки чем-то аккуратно отрезали донышко и вот этот листик разворачивали. Не знаю, чем можно это, какая-то приспособа была специальная. То есть его под невероятно тоненький краешек, миллиметр два с половиной, не больше трех, и такую же так вот делали. Все это дело заколачивалось. Причем там не то, что там лоточка, а там как будто на столочке прокатывали. И получается такая полоса. К этой полосе сбоку ее тоже загибали. И целые пластины получались из металла, сделанные металлом. Целые пластины, то есть. И из него уже крутили светильники, такие самые примитивные крутили. Котелок я себе нашел, где-то приволокнули, не увез, что нужно пока пришить нам его с этим самым транспортной компанией. Прямо котелок сделан, обернуто, там все и завальцовано. Там не правильно, и завальцовано. Вот настолько еще очень настолько точно, изящно все прямо вот. Безумно юридная работа. Безумно юридная работа. Обли очень много, всякие подошва туровные, такие вот тоже старые, такие еще с дворцами, немножечкостяными деревянными. Столбы с коробочкой остались стоять. Как ни странно, все, в лагере Евген, лодка откуда-то сделала, хотя там реки никакой нет поблизости. Может, разливалось что-то, может, весной топило, например, да? Да, лодка там была, вот развалившаяся, вросшая земля, да, лодка была. Барак, я уже сказал, там много-много всего, то есть там какие-то вот такие вот множества артефактов. Возди-то деревянные тогда и были. Ну, вот я думаю, что какие-то такие вот обувь мы находили, неоднократно подошву, очень интересные. Поэтому край, если имеешь еще, тем более проводника, который местный все знает, который хочет все показать, это невероятная красота, невероятная. Мою тетю Валю живьем. Вот она, вот-вот-вот она, тетя Валя. Мы вас смотрим. Ой, как здорово. Дорогие гости, у нас на этом нет, не закончилось открытие выставки. У нас есть еще одна выставка. И поэтому я вас, как только вы нас... Насытите, насытите. Насытитесь впечатлениями от фотографий, я вас приглашаю на живописную выставку. Нам нужно спуститься только вот ниже этажом. Ниже этажом, да. Я снова привлеку ваше внимание, чтобы представить автора и рассказать о нашем проекте. Вот уже на этом, с кем-то мы спускались, я говорила о том, что у нас есть проект «Заяви о себе», у нас есть проект, на площадке «Мир одного экспоната». И есть у нас замечательный фестиваль наивного искусства «Новый день». Этот фестиваль позиционирует непрофессиональных авторов, преимущественно взрослых. Не преимущественно, а просто взрослых. У нас есть возрастной ценз 25+. И мы благополучно провели здесь уже три фестиваля, и лучших художников, которых выбирают посетители, лучшим художником, не художником, картинам, автор за счет картины получает возможность представить персональные выставки. Вот в этом году вот с невероятным отрывом от других работ победила вот эта маленькая работа. Она висела не здесь, вот когда ты входишь и сразу ее видишь. Она висела в соседнем зале, и к ней нужно было очень близко подойти, чтобы ее увидеть, потому что работ в трех залах было больше ста. С этой работой, с этой победой было для нас большое удивление, потому что автор работы не присутствовал на выставке. Соответственно, никто не было какой-то своей команды, группы поддержки, и никто не мог из ближнего круга за эту работу проголосовать. Автор не появилась даже на закрытии фестиваля и на подведение итогов. Ну, вот есть обстоятельства, которые не позволили это сделать. Мы так поняли, ребятенок родился. Ну, вот да, вот этот очаровательный малыш появился в это время, и это очень тоже... Это Саша. Саша, да. Видимо, да. Видимо, да. Надо его так, да, запечатлеть. Да, работа «Маяк» получила огромное количество голосов. Рядом со мной стоит очаровательная девушка Наталья Купреченко, которая приехала к нам из Москвы. Я очень рада, что у нас получилось, что у нас все совпало по срокам и по возможностям. Мы уже всех... Те, кто заняли второе и третье место, мы уже здесь показали. В соседнем зале вы можете увидеть работу Татьяны Буни. она заняла за свою работу «Зимушка-зима» третье место. Но вот я очень рада, что Наташа здесь, что группа поддержки в лице самых близких людей здесь. И я хочу, чтобы Наташа несколько слов сказала и познакомилась с аудиторией. Да. Ну, первое, что хочу сказать спасибо большое, потому что это первая моя выставка благодаря тому фестивалю. Это очень приятно и, конечно, трепетно. Вот. Потому что работа у моей дома в шкафчике. Никто их не видит. Вот. Теперь они появились здесь. И, конечно, мне очень приятно и хочу, чтобы людям тоже понравилось. Может, кому-то будет близко картины. А тут разные представлены природы и эмоции. То, что мне близко. То, что я выражаю внутренне. Еще тут представлены три папильных картины. У меня папа тоже художник. Он тоже самоучка. Он не учился. Наверное, у меня талант. Ну, может, талант, может, нет. Ну, решайте сами. А вот эти две первые картины и через одну. Вот это нарисовал папа. Вот. Он рисовал природу. Я рисую разную покажется. Вот. Посмотрите и наслаждайтесь. А откуда появилось вот это желание рисовать? Ну, я с детства рисовала, но вот тут... То есть, глядя на папу, да? как бы вот... Нет, на папу я не смотрела. Папу я видела, как он рисовал только один раз, потому что мы вместе не жили, а папа жил отдельно. Ну, вот, все равно один раз я видела, и вот он нам подарил эти картины. есть африканские мотивы. Вы там были? Нет, но мне близко, это и нравится. То есть, это фантазия уже равна? Это фантазия? Нет. На самом деле, я тоже думаю, что это фантазия. Меня, конечно, очень удивили некоторые работы, когда я увидела их фото. Я увидела их живой, мне это нравится и интересно, но, Наташа, почему такие темы? Такие сос... Ну, это эмоции, которые у человека все равно за всю жизнь есть, это боль. И тут я изображала именно чувство боли. Вот, например, та картина, которая называется... Как она называется? Пойдемте туда. Пойдемте туда. Вот она, боль, и просто так и называется боль. здесь как раз показана та боль, и что мы все равно даже испытывая боль, верим в что-то хорошее, верим в чудеса, и вот маленькое окошко это как раз свет в будущее хороший. расскажите композицию в заводе где-то в заимствовании или это все буквально ваше? Ну, фантазии мои. Обалденные просто. Знаете, с луковой нижней, прекрасная композиция, хочу сказать, и тема очень такая актуальная, и сильно за душу берет, прям вырывается. в таком бы стиле полностью в зал был бы. Ну, на самом деле у нас даже в этом стиле еще несколько работ, которые я зачла, что они вот в формате вот нашего фестиваля и вот этой наивной темы они немножечко дизонируют. И там нужно очень так поставить марки 18+, но они, да, они этот самый вот эти вот работы и вот мальчики. Фотографии делали, да? Или где-то вот... Нет, ну фотографию смотрела, но такого мальчика нет. Да, ну конечно, но очень хорошо. Вот пользуюсь моментом, вы знаете, у меня такая привычка, где я бываю на выставках, я обычно оставляю себе память. И у нас будет с вами связь. Вам ручка с Иерусалима и для путешественников здесь вот молитвы откуда так оттянете, и это будет для вас. Спасибо. Детское горе, назовется. Часов это вот руки как раз время. То, что наши душевные раны тоже залечиваются временем, но не только временем. Коса идет, иголка держит именно коса, что человек сам, да, тут может не очень освещено, что человек сам должен преодолеть свои трудности и вылечиться таким образом. То есть никто тебе не поможет, ты должен тоже сам преодолеть сложность. Наташа, может, и медик? Нет. Нет, а по специальности? Я рекламист. А по образованию рекламист? А вы статьи не пишете сейчас? Нет. Нет? Ну, прямо серьезная такая поэзия вот здесь. Жесткая, серьезная переживание меня наводит именно как будто вот это, что пережили, сами почувствовали. И главное, такие броски, то какая-то нежность, то боль, то спокойствие, то тишина и все так. Ну и жизнь такая. Вообще. Такие молодые такие переживания. Силы вам? Могли подойти по своей работе. Ну, а сфотографировать в работе, да? Не, не, не. А у вас не отфлечили? Нет, все хорошо. Спасибо. Ладно. А вот как нам это? А вы выложите к нам? Потому что мы вот сфотографируем, у нас отфлечили. Да, напиши, просто я сижу. Да, напиши, сижу. Но мы должны соблюсти традиции, которые сегодня полностью нарушили наверху, поэтому, Оля, это и за вас, за ребят, за реконструкторов, за Данью Горь. По традиции на открытии выставок мы должны поздравить авторов. И у нас замечательная есть традиция звонить в колокольчик, поэтому сейчас мы дружно скажем, поздравим всех наших сегодняшних, ну, здесь находясь, мы поздравим Наташу с открытием выставки и объявим выставка открыта. Колокольчик! Потому что это заслуживает действительно восхищение, уважение и настолько трепетное чувство всколыхнули, что просто ну, изумительно. Изумительно. Вы талантливы, реально, я пишу. Я уже пишу. Спасибо вам. Вот эти комплименты ваш адрес принимаю как лично к сердцу, потому что я бесконечно рада за вас. Вот угощайтесь, давайте. Да, вот видите, здесь у нас сегодня вот победа. Было тайное голосование? Абсолютно. Как? Вот немножко расскажите. У нас посетители приходили и отмечали те работы, которые на них произвели особое впечатление. Иногда у нас просто огромное количество что-то по тысяче голосов было отдано работам. И иногда даже были отдельные комментарии. Сейчас не вспомню, но вот Сергей присутствовал на закрытии выставки. Я тогда зачитывала какие-то отдельные комментарии. Сегодня я не готова. но если разница в голосах была один-два голоса, у нас три автора заняли три работы, заняли третье место. И разница была в один-два голоса. Вот Наташин Маяк был с отрывом больше десяти голосов. Это очень много. Там по-моему даже больше двадцати очень сильный отрыв. А вот я здесь представила наши каталоги. вы можете отдельную работу увидеть авторов, которые были здесь. Наташа поражает ваша поступка. То есть вы себя пробуете в одном стиле, в другом стиле. И пейзаж, и фантазийная какая-то работа. Настолько необычная. И что-то, и портреты. Поражает вот это вот? Ну это наверное еще потому, что не определилась и еще хочется всего попробовать. как бы ищешь себя, да, ищешь себя, как художник. Потому что все равно рисуется как что ты хочешь. Я рисую то, что в душах получится. Наташа, я еще хочу лично пожелать, чтобы следующая выставка позволила представить 18+. Да, дело не в том, что 18+, а чтобы она показала уже какой-то отдельный срез. Я не знала, что это первая выставка, я особо поздравляю. И мне очень приятно, что Марата продолжает открывать новые имена. Просто это будет колоссальный толчок для творчества. Это очень важно, это очень важно. Наташа, ну расскажи, кто же родился? Вот такой наш Борис. Родился Борис Сергеевич, мальчик. Борис Сергеевич? Борис Сергеевич. Умничка, все, я... Я прочитаю стихотворение, которое посвящено моим детям, но там сын. Когда душа от боли разрывается, а слезы душат, хоть умри, иду домой, сын мило улыбается, и что-то тает там внутри, пригретое теплом сыновий глаз. Я думаю, уже в который раз, как хорошо, что есть от бед, от неудач, спасение, тепло сыновий глаз, мое везение. Чудесно. Сколько у вас сыновей? Два сына и две дочери. Ничего себе! Пять внуков. Ничего себе! Так что я когда смотрю, что женщины молодцы... А можно с вами тоже вместе? С Натальей и вы? Ряд ли? Пожалуйста. У вас такой позитив, такая энергетика, я думаю, что это будет замечательно и здорово. Для вас тоже будет большая память. Ужал, наверное, я приезжаю. Продолжение тоже. Жить, рисовать и трудиться. Спасибо вам. Спасибо, Иван. Всего доброго. Я рада знакомствовать. Удачи, успехов и в уши-то... Спасибо. Спасибо.